Здравствуйте! В эфире Электрогорского телевидения выпуск новостей. Очередной объезд по городу с представителями Госадомтехнадзора прошел 29 апреля. О результатах объезда расскажет Татьяна Шевалина. Мусор и открытые люки, заваленные отходами, таковы выявленные нарушения на линии теплотрассы на улице Советской. Нарушения зафиксированы, будет установлена организация, несущая ответственность за объект и предприняты соответствующие меры. Столько сил и времени потратили люди на уборку мусора, разлетевшегося из контейнеров, во время субботников. И вот опять. Площадки не огорожены соответствующим образом. И мусор снова на земле и на траве. Вновь выросла куча мусора из сухостоя у забора воинской части на Некрасово. Мусор разбросан за пределами контейнерной площадки. Администрация выводила сюда своих сотрудников четыре раза. Вылезали все. Видали, видали. Прям приезжают большие машины и бросают черты что ли. Те же проблемы и за домами на улице Ухтомского. Налицо ненадлежащее содержание контейнерной площадки. Сотрудники госантехнадзора проконтролировали наведение чистоты на бульваре после высадки деревьев. Дали рекомендации по ограждению территории, где ведется прокладка теплотрассы. На улице Ухтомского не приведена в соответствующий вид территория, где проходил ремонт. И снова водители-нарушители паркуются на детских площадках. За это предусмотрен штраф, квитанция на который придет на адрес владельца автомобиля. Во дворе дома номер 4А на улице Ухтомского приводят в порядок детскую площадку. В ненадлежащем состоянии находится тепловая камера на улице Ленина. Отсутствует изоляция, сломана крышка, открыт колодец у дома 53. Чуть глубже навалы мусора этих мест, вероятно, субботники даже не коснулись. Работа, конечно, проводится, но проведена значительная, большая работа. Но есть еще места, где придется применить усилия по наведению порядка. Центр более-менее убрали, но окраины еще требуют внимания и работы. 29 апреля в соответствии с планом гражданской обороны в лицее прошел день защиты детей. Одна из целей мероприятия – формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности. Старшеклассники лицея организовали и провели для ребят тренировки по надеванию противогазов, тестирование по правилам дорожного движения и ОБЖ, занятия по оказанию первой медицинской помощи, викторины. Учащиеся смотрели видеофильмы по тематике мероприятий и приняли участие в военно-спортивной игре, где они преодолевали полосу препятствий, устанавливали палатку и сдавали нормативы. А школьники первых шестых классов поучаствовали в игре соревнования «Азбукобезопасности». На спортивной площадке ребята преодолели 10 этапов препятствий. В их числе были ориентирования на местности оказания первой медицинской помощи. Во всех классах были проведены беседы разной тематики. Глазноспасательные подразделения – это не значит, что они могут спасать людей только в городах. Для современного большого города очень актуально то, что людей приходится спасать, например, с верхних этажей зданий. Можете сами себе представить, какую альпийскую подготовку нужно иметь, чтобы добраться до, скажем, 32-го года. Для учащихся старших классов подготовили и провели беседы начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Игорь Сечкин. Представители Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, инспектор по делам несовершеннолетних Юлия Бабушкина, исполняющий обязанности начальника сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Электрогорска Марина Тимофеева и врач Электрогорской поликлиники Игорь Железнов. Педагоги, учащиеся и гости собрались в общеобразовательной школе номер 16 на ученическую научно-практическую конференцию. Началась она с приветственного слова руководителя научного общества учащихся Татьяны Кусакиной. Татьяна Владимировна рассказала о научно-исследовательской работе в школе и ее роли в развитии личности, после чего состоялась церемония приема новых участников в члены научного общества. Гости мероприятия с напутственным словом обратились к юным исследователям. Увлечение наукой и занятие этим делом все равно в перспективе поможет сидящим здесь ребятам правильно анализировать любые создавшиеся проблемы, неважно в какой области, ну естественно лучше в той области, в которой они лучше разбираются, но проанализировать создавшуюся ситуацию и самое главное сделать правильные выводы и основываясь на этих результатах продолжать свою деятельность. Для представления своих работ ребята в сопровождении гостей разошлись по секциям гуманитарной науки, естественной науки, современный мир, физико-математические науки и мастер-презентации. По итогам конференции по секциям были выбраны лучшие исследовательские работы. Победителями стали Яна Людкевич, Кирилл Карасев, Анна Рябова. В завершении мероприятия награждение ожидало всех участников, после чего состоялось чаепитие. А теперь о спорте. 26 апреля на спортивной площадке главной территории предприятия «Эколаб» состоялись финальные игры первенства на Кубок Главы Города по зимнему футболу. В полуфинале встретились команды «Вымпел» – «Дюсш» и «Лемет» – «Филимонова». Матчи закончились в ничью и исход встречи решила серия пенальти. После матчевом пенальти со счетом 3-2 команда «Вымпел» одержала победу, а игра между «Элемет» и «Филимонова» закончилась с отсчетом 1-3 в пользу команды «Филимонова». В бескомпромиссной борьбе за третье место встретились футбольные команды «Элемет» – «Дюсш». С отсчетом 2-0 победу одержали игроки команды «Элемет». И в матче за первое место встретились «Вымпел» и «Филимонова». Со счетом 1-0 победителем турнира первенства на Кубок Главы Города по зимнему футболу стала электрогорская команда «Выпел». Командам и игрокам в отдельных номинациях вручили почетные грамоты, кубки, медали. Мы поздравляем «Вымпеловцев» с победой и желаем удачи всем командам в предстоящем летнем турнире по футболу. Это были все новости на сегодня, а в завершении прогноз погоды от Гесметио на завтра, четверг, 1 мая. Ночью до плюс 7, днем 17-19 градусов тепла, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Далее в нашем выпуске рубрика «Гость в студии». Председатель Совета ветеранов Николай Павлович Осипенко ознакомит вас с деятельностью Совета ветеранов и расскажет о сборе материала для книги памяти. Поздравляем всех жителей с Днем труда. Хорошего настроения вам в праздничные дни. И не забывайте о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе. Будьте аккуратны, не разводите костры в лесах и убирайте за собой мусор после пикника. С вами была Анна Шевалина. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин